Алексей Катрелев в 1939 году, или в 1938 году, окончил театральное училище им. Б. В. Щукина, педагог А. Д. Козловский, был принят в театр Вахтангова, где проработал всю жизнь. Во время войны работал во фронтовой труппе театра. В 92 года он успел рассказать о своем детстве в интервью журналу «Нескучный сад». В жизни моей было много ярких впечатлений. Но одно событие моего детства сейчас приходит на память все чаще. Было это в 1918 году, когда только советская власть пришла. Я был шестилетним мальчишкой, и жили мы на Зубовской площади. А на службы ходили в Знаменскую церковь, которую вскоре сломали. Как-то вечером приходит отец и говорит, что на патриарха Тихона налет какой-то был, и теперь его будут охранять. Понятно, что настоящей охраны взять неоткуда. И поэтому решено было, что из каждой московской церкви по очереди два-три человека будут ночевать у него на подворье. Спустя некоторое время после этого разговора подошло время отца дежурить. Собираясь, он велел и мне одеваться. Я отлично помню, как мы шли до Трубной площади. Как вошли на Троицкое подворье. Что возле Сухаревой башни. Как к нам вышел келейник патриарха и проводил в комнату. Соседнюю с его кельей. Патриарха еще не было. Он где-то служил и приехал поздно. Увидев меня, он удивился. Тепло улыбнулся. Пошутил. Ему так приятно и радостно было, что его охраняя я. Шестилетний. Лег я на диване. Но спал чутко. Я же был на посту. Но все прошло тихо. Я потом второй раз ходил его охранять. И в этот раз, уходя утром на службу, патриарх Тихон вынес мне икону преподобного Сергия. Это было 25 июля 1918 года. Я храню эту икону до сих пор и молюсь перед ней. Мне она особенно дорога. У А. Н. Катрелева детей не было. Племянник. Литератор Николай Катрелев. Внучатый племянник. Актер Тихон Катрелев.